Добрый день! Вас приветствует юридическая компания Приходько и Партнеры. Сегодняшнее видео посвящено теме требования к оформлению первичных документов. Каждый бухгалтер и в меньшей степени юрист сталкивались с вопросом первичных документов, их первичным правилами заполнения и сроками хранения. К первичным документам предприятия следует относиться как к основе учета, поскольку именно от их наличия отсутствия и правильности составления зависит беспроблемное прохождение налоговой проверки и отсутствие процессуальных проблем в деятельности предприятия, в частности, беспроблемная регистрация налоговых накладных. Прежде всего, следует отметить, что в 90% случаев неправильно составленный первичный документ является причиной для судебного спора с государства Налоговой службы Украины. Это связано с тем, что именно налоговики имеют формальные неписанные правила к оформлению хозяйственной операции. Согласно закону номер 966.1 и приказу Минфина номер 88 определено, что документ в письменной электронной форме, содержащий информацию об операции и подтверждающий факт ее осуществления, и фиксирует хозяйственные операции, в частности, разрешение руководства на их проведение . Большое количество аудиторов, юристов, бухгалтеров к первичным документам относят договор о предоставлении услуг или выполнении работ. Вместе с тем, он не является лишь фиксирует договорные отношения между сторонами, а вот дальнейшие документы в рамках исполнения договора являются первичными документами. В частности, таковыми могут быть товарно-транспортная накладная, расходная накладная, акт приема-передач, разрешение общего собрания общества и тому подобное. При этом ни Налоговый кодекс Украины, ни другие нормативно-правовые акты не содержат перечня первичных документов. Также проанализируем, какие реквизиты должны иметь первичный документ, чтобы он не вызывал вопросов и подозрений налоговиков. Выше помнятых нормативно-правовых актов обязательным требованием к реквизитам первичных документов являются название, дата, место составления, наименование реческого лица, описание операции, единица измерения проведенной операции, должность и фамилия уполномоченного лица, подписи и другие дополнительные сведения. Такими дополнительными сведениями могут быть код ЕДРПО, предприятие, исходящий номер документа, основание, осуществление операции, доверенность и тому подобное. Поделимся с вами одним лайфхаком. Если документ составлен в процессе исполнения договора и содержит вышеупомянутые реквизиты, он является первичным и не будет вызывать никаких замечаний у многих веков. Итак, правильное ведение бухгалтерского учета является залогом и успехом вашего бизнеса. Выбирайте бухгалтерское сопровождение юридической компании приходь к ее партнеры и будьте уверены в правильности оформления его деятельности.